Действие соглашений о пребывании Черноморского флота России на территории Украины прекращено. Соответствующую ноту российский МИД направил украинскому внешнеполитическому ведомству. В связи с переходом Крыма в состав России в Москве в одностороннем порядке, денонсировали действия четырех международных договоров. А также сообщили, что готовы передать украинской стороне имущество военно-морских сил. О последствиях аннексии полуострова для России далее в нашем обзоре. Санкции космических масштабов. НАСА приостанавливает сотрудничество с Россией в знак протеста против оккупации Крыма. Сотрудники агентства перестанут ездить в Россию, переписываться и встречаться с россиянами. Останутся лишь полеты на МКС, где запуск осуществляют с космодромом Байконур. Причем уже через два года американцы планируют от них отказаться, построив собственный пилотируемый космический корабль. Отменяет совместные проекты с Москвой и французская компания Renault Trucks Defense. Вместе с россиянами она строила боевую машину пехоты «Атом». Швеция из-за аннексии Крыма также замораживает военно-техническое сотрудничество с Россией. Российский финансовый гигант Сбербанк перестал выдавать кредиты в иностранной валюте. Это решение объяснили необходимостью оптимизации структуры. Финансовое учреждение якобы проанализировало запросы клиентов и выяснило, все их нужды могут быть удовлетворены исключительно в рублях. С кредитного калькулятора на официальном сайте компании уже исчезли опции доллар и евро. Кроме этого, президент России Владимир Путин поручил за месяц создать отечественный аналог платежных систем Visa и MasterCard, которые отказались обслуживать многие российские банки. Повременить с визитом в Латвию просит патриарха московского ИСИА Руси Кирилла. Инициатива принадлежит лично президенту страны Андрису Берзиншу. Он отправил главе Российской православной церкви соответствующее письмо. Причиной такого решения стала напряженная международная ситуация, а именно, цитата, политика, которую реализует Россия. Поездка патриарха была запланирована на средину мая, теперь руководство Латвии предлагает перенести ее как минимум до осени. Отменить европейские концерты могут и многие западные звезды шоу-бизнеса. Из-за санкций против российских олигархов. Так, под угрозой оказалось майское выступление Джастина Тимберлейка в Хельсинки. Хартволл-арена, где собирался выступать певец, принадлежит Геннадию Тимченко и братьям Ротенбергам, чьи заграничные счета заморожены. Организатор концерта, американская компания, отказывается сотрудничать с бизнесменами. Кроме Тимберлейка, на этой площадке в столице Финляндии планировали выступить Айра Смит, Робби Вильямс и Майли Сайрус. Оксана Кундеренко, Новости, телеканал Интер.